Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрея Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Там будут и дорожки, и освещение, детская площадка, спортивная. Состоялась встреча главы городского округа Владимира Ружицкого с жителями. Какие вопросы поднимались, расскажем в ближайшее время. Самое главное – не сдаваться. Я думаю, что это тоже секрет успеха. Какими еще секретами делились на областном форуме «Нежный бизнес» – узнаете из нашего сюжета. Нельзя все время выходить победителем из любой ситуации. В Люберцах стартовали соревнования по боксу. Подробности узнавала наша съемочная группа. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. Итоги минувшей недели подвели представители структурных подразделений и представители администрации. Подробнее обо всем в нашем сюжете. Минувшая неделя оказалась нелегкой для люберецких спасателей. За последние семь дней огнеборцы выезжали по сигналу тревоги 30 раз и ликвидировали 4 пожара. Обошлось без жертв. Со вчерашнего дня у нас уже полноценно функционирует отдельный пост 231 пожарно-спасательной части, который мы открывали 2 октября 2019 года. То есть заступает ежесуточно полноценный дежурный караул. Это большое подспорье. Дополнительные единицы лишних рук на пожаре не бывает. Работа кипит и у служб ЖКХ. В округе продолжается капремонт в многоквартирных домах. В настоящее время полностью выполнены работы в 50 МКД. За прошедшую неделю люберецким водоканалом выполнились работы по промывке канализационных сетей. Прохождение отопительного периода без технологических нарушений в штатном режиме. Работа не стоит на месте и на муниципальных дорогах. В округе ежедневно велась очистка дорог и тротуаров от мусора. Для этого задействовали 28 единиц спецтехники и 68 рабочих. Ежедневно проводились работы по уборке урн от мусора, остановка общественно-транспортной и заездных карманов. Произведена уборка газонов от мусора и опавшей листвы. За неделю было собрано и утилизировано 127 кубических метров смета и 182 кубических метров мусора. На совещании обсудили вопросы комплексного обустройства дворовых территорий, работы регионального оператора «Эколайн Воскресенск», а также выслушали доклад о развитии спорта в муниципалитете. Подготовка к зимнему сезону, благоустройство, ошибки в квитанциях за кварплату. Эти и другие темы люберчане обсудили с главой городского округа Владимиром Ружицким. Встреча с жителями состоялась в школе искусств. Люберцы готовы к зиме. Подача тепла в дома производится бесперебойно с 23 сентября. Вызвали интерес планы по благоустройству Малаховского озера. Там будут и дорожки, и освещение, детская площадка, спортивная. И, понятно, пришел в парк, ты должен зайти в какой-то кафешке, купить чай, купить мороженое с другом, посидеть. Если ребенка взял за руку и присел, и будем говорить какие-то вопросы, решаешь или просто радуешься жизни, ты гуляешь. Поступили жалобы на ошибки в квитанциях за квартплату. Претензии обрушились на обслуживающие организации. Не совсем объективная информация вызывает, безусловно, справедливое замучение. Мы берем это все на свою сторону. Мы, в свою очередь, подтверждаем то, что к концу года, то есть в следующий квитанция, к концу года, как минимум, все вопросы будут решены. Вопросов к представителям информационно-расчетного центра оказалось слишком много. Решение предложил Владимир Ружицкий. Давайте договоримся. Давайте учение там завтра, в пятницу, график день открытых дверей в Мособлэнерго по территории. В Люберцах такие должны быть минимум три. Жители встревожили перебои в энергоснабжении Малого Павлина. Три из четырех кабелей были в нерабочем состоянии. В Мособлэнерго их восстановили. Сейчас подача электроэнергии в жилом комплексе осуществляется в штатном режиме. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич, Валерий Абсалямов и Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Благодаря региональной программе в округе уже преобразовалось 50 жилых зданий. Один из объектов, где завершаются работы, проинспектировал Владимир Ружицкий. Дом номер 7 на улице Московской построен почти 50 лет назад. Из-за солидного возраста фасад здания нуждался в реставрации. В этом году девятиэтажка вошла в программу капитального ремонта и приобрела новый облик. Здесь целый комплекс работ по оштукатуре, о шпаклевке и покраске фасада и всей фасадной части здания. Цвета согласованы, протокол есть. Но все в рамках действия жилищного законодательства работаем. В этом году в список МКД, подлежащих капитальному ремонту, попали 125 домов. Масштабную работу доверили одной подрядной организации – компании ЛГЖТ. «Профессиональные люди, специалисты, которые эти работы выполняют качественно. Мы до конца года все ремонты должны завершить. И у меня нет сомнений, что это будет сделано». По словам Владимира Ружицкого, работы, связанные с системой отопления, завершены полностью. В настоящее время в 16 домах городского округа продолжается замена лифтов. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах по решению арбитражного суда Московской области был демонтирован очередной торговый объект, размещенный не в рамках правового поля. Это магазин МАК и компания, расположенный по адресу Егоревское шоссе, 1-й километр, строение 1. Всего с начала 2019 года на Егоревском шоссе были демонтированы 10 неправомерно размещенных объектов придорожного сервиса. Работа по приведению в нормативное состояние вылетных магистралей в городском округе Люберцы будет продолжена. Она проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. «Нежный бизнес» под таким названием в Люберцах прошел областной форум женского предпринимательства. Его гости приняли участие в мастер-классах, круглых столах, а также выслушали истории успеха своих коллег. В том, что у бизнеса женское лицо, убедилась наша съемочная группа. Одно из ведущих российских предприятий, узнаваемых не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Фабрика «Пихорский текстиль» включена в реестр преуспевающих компаний и вошла в список экономически значимых объектов. Эти достижения – результат многолетнего труда Елизаветы Терешкиной. Именно она – автор новой истории «Пихорской фабрики». «Пихорская фабрика имеет исторические корни. Рождена она в 1905 году. Назначение этой фабрики было производство сукна». За целую эпоху в жизни предприятий и страны произошло много событий и потрясений. Революции, войны, экономические коллапсы, годы перестройки. В самый сложный период, в 90-е, Елизавета Терешкина взяла управление фабрикой в свои руки. И вот уже 25 лет она – успешный и незаменимый руководитель. «Бизнес идет по синусоиде и так же, как экономический закон. Я думаю, что после падения всегда нас ожидает подъем. И этих падений и подъемов в течение 25 лет, можно сказать, было 5. Самое главное – не сдаваться. Я думаю, что это тоже секрет успеха». Секретами успеха Елизавета Петровна поделилась на форуме «Нежный бизнес». Он собрал женщин-предпринимателей со всего Подмосковья. Здесь представительницы бизнес-сообщества презентовали свою продукцию. Товары для бьюти-индустрии, изделия ручной работы, одежда, пряжа и украшения – все это создается под чутким женским руководством. «Создалось уже женское бизнес-сообщество Московской области, которое называется «Нежный бизнес». Мы как орган власти, как структура поддержки предпринимательства всячески стараемся им помогать в становлении и преодолении различных вопросов». Местом встречи подмосковных бизнес-леди стал городской округ Люберцы. Муниципалитет занимает одну из лидирующих позиций по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. «Мы пытаемся и стремимся, чтобы было полное взаимопонимание. Мы стремимся не мешать, но по возможности стремимся помочь. Я думаю, что в этом что-то у нас получается». Как правильно выстроить свою работу, как найти бизнес-партнера и получить помощь от государства? В ходе круглого стола участницы форума нашли ответы на эти и многие другие вопросы. «Мы, наверное, один из единственных регионов, в которые очень активно развиваемся. На сегодня в Московской области 351 тысяча субъектов малого бизнеса». Форум для женщин-предпринимателей прошел в Московской области впервые. Такие бизнес-встречи представительницы слабого пола готовы проводить ежегодно. 27 аварий с участием наземного общественного транспорта зафиксировано в Люберцах с начала года. Почти в 80% случаев виновниками ДТП стали водители маршруток и автобусов. Дорожную ситуацию с представителями компаний-перевозчиков обсудили специалисты администрации. В авариях с общественным транспортом травмы получили 39 человек. Это на семь больше, чем годом ранее. «По видам дорожно-транспортных происшествий хотелось бы отметить, что у нас рост идет по падению пассажиров. Ну и на лидирующих позициях это, естественно, столкновение. На уровне, даже на немножко снижении, мы держим наезд на пешеходов». Чаще других виновниками аварии становились водители компании «Автоколонна» 1787 «Ирантранс». На их счету по 8 ДТП. Чуть реже в дорожные сводки попадали перевозчики «Ставтранс», «Диаланмобил» и «Автотранссервис». Память жертв политических репрессий почтили в Люберцах. Митинг состоялся у мемориала, расположенного на месте, где в советские годы находилось здание НКВД. Сюда пришли родные репрессированных, представители власти и общественных организаций. То, чего невозможно забыть. Каждый год 30 октября Олег Носов приходит на митинг. Один из основателей Люберецкого общества репрессированных вспоминает свое тяжелое детство, которое пришлось на ссылку родителей. «Сам я родился в ссылке. Ворник Куйбыш, это бывший Каинск, куда до революции ссылали всех. Папа мой был инженер. Просто написали завистники донос, чтобы получить комнату, где они жили. Помню это ужасное время. И все время вспоминаю память наших родителей. И всех замученных, расстрелянных». И таких родственников репрессированных в Люберецком округе сейчас проживает 320 человек. Ежегодно в памятную дату многие из них приходят к главпочтампу, где в сталинское время было здание НКВД. В 2010-м здесь установили мемориал, где на камне символично высечены следы от пуль. «Это все происходило внутри нашего государства. Это делали люди, которые занимали какие-то определенные должности. Мы называем тысячи, а за каждым человеком это семья, это жизнь, это боль, это горе. И, конечно же, мы думаем о том, чтобы это не повторилось». К тем, кто имеет прямое отношение ко дню скорби, присоединились общественные деятели и молодежь. В этом году память жертв политических репрессий в Люберцах также почтила заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья Марина Мокшина. «Пока мы помним, что это было, мы приняли это, мы не отрицаем. Пока мы передаем подрастающему поколению, рассказываем, что произошло в нашей стране, я считаю, что у нас есть надежда, что этого больше никогда не повторится». В завершении встречи служители храма совершили литию по невинно убитым жертвам. После этого участники возложили к памятнику цветы. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. «Не будь под ударом» под таким девизом в 2019-м проходит Всемирный день борьбы с инсультом. Более одного миллиона россиян перенесли это заболевание. Из них только 25% смогли вернуться к работе, а 30% нуждаются в особом уходе. Что провоцирует инсульты и как отразить удар в нашем сюжете. «В этом году на работе мне вдруг стало нехорошо. Коллеги вызвали скорую, оказался инсульт. Но так как помощь была оказана своевременно, сейчас все хорошо, стараюсь внимательнее следить за своим состоянием организма». От трех до шести часов длится терапевтическое окно. За это время при инсульте негативные изменения в мозге можно предотвратить. Здорового образа жизни Григорий Петрович придерживался с молоду. Увлекался футболом, алкоголем не злоупотреблял, правильно питался. Но от инсульта никто не застрахован. Хотя наследственная предрасположенность крайне важна. «В половине случаев, как правило, даже больше, виной является именно артериальная гипертензия, которая, как правило, больным не замечалась, игнорировалась. Или же лечение было подобрано не совсем адекватно. А также, конечно, сахарный диабет, мерцательная аритмия, независимо от причин возникновения. Инсульт – это патологическое изменение кровообращения в головном мозге. Речь о поражениях неврологического характера». Пациентов доставляют на каталке в смотровую. Здесь дежурит невролог. Он берет клинический анализ крови, делает голограмму и направляет на КТ. В Люберецком сосудистом центре помощь оказывают 365 дней в году. Чаще всего отделение переполнено. «Заполнено отделение на 100 и на 130 процентов. Бывают такие осенне-весенние периоды неблагоприятные, 150 и выше. Потому что, конечно, отказывать больным мы не имеем права». Массаж, физиотерапия, лечебная физкультура и глоукалывание – такая комплексная терапия помогает пациентам справиться с недугом. «Начнем занятия? Начнем с самого простейшего. Руки вниз опустили, и поехали. Плечи подняли вверх». А не менее или асимметрия лица – невнятная речь, нечеткое произношение слов, нарушение зрения. Если появились такие симптомы, нужно как можно скорее обратиться к врачу. А чтобы уменьшить риск возникновения инсульта, чаще бывайте на свежем воздухе, больше отдыхайте, не нервничайте и занимайтесь спортом. Луиза Игазарян, Анастасия Юшкевич, Валерия Псалямов, телеканал ЛРТ. Проект «Активное долголетие» приглашает на танец людей, чей возраст принято называть почтенным. Губернаторская программа позаботилась о пенсионерах, чьи ноги просятся в пляс. Провести заслуженный отдых в ритме вальса помогут бесплатные студии хореографии. Люберчан учат двигаться под музыку в Томилинском центре культуры и семейного досуга. Певец, фотограф, а теперь еще и танцор. В хореографическом коллективе «Пируэт» Александр Клепуков на расхват. Мужчины к балетному станку встают редко, поэтому, когда из колонок играет вальс, к нему выстраивается очередь из потенциальных партнерш по танцу. «Я как такой творческий человек, можно сказать, да, мне это вообще нравится, как раз мне это подошло. Вот я на пенсию ушел, да, и чем бы я бы занимался. И вот эта жизнь продолжается просто прекрасно». Томилинский центр культуры заботился о старшем поколении еще до того, как это стало мейнстримом. В «Пируэте» пенсионеры двигаются под музыку уже шесть лет. В танцевальной труппе сегодня вальсируют 15 человек. В репертуаре бальные историко-бытовые и современные танцы. Выступление артистов видит не только их отражение в зеркале зала. Коллектив – частый гость на праздничных площадках поселка. «Они, конечно, не станут профессионалами, это уже естественно, но проявить себя и научиться элементарным основам хореографии, правильно ходить, правильно держать корпус, руки и танцевать, тем более на площадках больших, конечно, это достойно и им очень нравится». Танцы – лишь одно творческое направление, которым предлагает увлечься проект «Активное долголетие». В рамках программы можно бесплатно осваивать декоративно-прикладное творчество, рисование, актерское мастерство, хоровое искусство. В Люберецком округе старшее поколение с охотой отозвалось на предложение найти новое хобби. Творчеством пенсионеры предпочитают заниматься сообща. «Им нравится общаться, они обмениваются опытом, один умеет одно, другой умеет другое, они показывают, они рассказывают, они получают удовлетворение от той работы, в которую они вкладывают свой труд». О своем желании посвятить пенсию творческим увлечениям можно сообщить в Управление соцзащиты или Комплексный центр социального обслуживания населения. Специалисты помогут выбрать подходящее направление и подскажут, где его можно освоить. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. День бабушек и дедушек отметили в Люберецкой картинной галерее. Праздник отмечается 10-й год в более чем 30 государствах мира. Его цель – показать старшему поколению ему важность и значимость для внуков. 60 лет любви и взаимопонимания. Василий и Инна Абрамовы познакомились в 1958 году на танцах в Люберецком парке и сразу поняли, что это навечно. На праздники семейную пару поздравили с бриллиантовой свадьбой, а нам они рассказали секрет счастливой совместной жизни. Мы прожили действительно очень счастливо. Вот за 60 лет у нас не было ни одного расхождения. Мы понимаем друг друга, уважаем мнение друг друга, считаемся, жалеем. Мы всегда трезвые и по-трезвому живем, и все у нас обещали. Ни разу мы за свою жизнь никогда так не поругаемся, чтобы воспитательную работу проводим женщины. На праздники бабушек и дедушек отметили также золотых юбиляров Люберец и победителей фотоконкурса в социальных сетях, который прошел в рамках проекта губернатора «Активное долголетие». А у кого оно в движении, так у гостей торжества Анны Гришаевой. Она воспитывает четверых внуков и завсегдаты всех городских мероприятий. Конечно, нужно любить и уважать прежде всего все то, что окружает нас, то бишь окружающих людей, чтобы они были жизнерадостны так же. И давать им добро и совет, что нельзя обижаться друг на друга, нельзя ссориться. Мира во всем мире виновникам торжества пожелал глава округа Владимир Ружицкий. Я истинно пожелаю, чтобы ваши близкие вас радовали, вы не болели, радовали в жизни. Ну и спасибо, что вы сегодня с нами, поэтому самое доброе всем пожелание. Старшее поколение поздравили и самые младшие жители округа, которые посвятили гостям стихи и песни. А творческие коллективы и Люберецкая оперета исполнили свои лучшие композиции. Анна Троян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Я люблю. 101 год назад в СССР был образован Коммунистический союз молодежи. Школу комсомола прошли несколько поколений. Сегодня члены Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи празднуют очередной день рождения организации. Яркая, активная и насыщенная событиями молодость, вера в общее дело и неиссякаемый энтузиазм. Именно так Любовь Попова вспоминает свою жизнь в комсомоле. Комсомольская закалка помогала ей всегда. И в жизни, и в работе. Я только-только ушла на пенсию. Я 19 лет была помощник депутата Государственной Думы. Я вела приемы населения. Очень много народу. И вот умение разговаривать, умение как-то убедить. Это все оттуда, из комсомола. Мы верили, свято верили, что все, что мы делаем, это все к лучшему. И люди становятся лучше. Вместе с Любовью Поповой вспоминали комсомол и другие собравшиеся. Обладатели красных билетов приехали из разных уголков Московской области. Спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо, что вы здесь. Друзья мои, у нашей страны славная была история. Мы выросли на книгах, на фильмах. Мне лично и каждому из вас это помогало в жизни и жить, и выживать, и устоять. Одним из важных моментов празднования Дня комсомола стало награждение. Лучшим комсомольцам и ныне трудящимся в различных общественных организациях были вручены почетные грамоты президента Фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья и знаки отличия за содействие и комсомольская слава. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Кто один, тот связан. Кто со всеми, волен. Этому простому принципу финалисты и доброволец России следуют безоговорочно. Какие цели и задачи ставят перед собой руководители люберецких волонтерских проектов, узнаем прямо сейчас. Инна, какие здесь вещи? Это детские куртки разных размеров. Вы посмотрите, там есть на зиму и на осень. Добровольчество началось для Сергея Бызина около семи лет назад. Вместе с религиозной организацией волонтер обеспечивал питанием бездомных. Но понимал, такой помощи людям мало. Я начал искать организации, которые бы более комплексно ими занимались. Нашел такую организацию, как Дом трудолюбия НОИ. Это общественная организация, которая имеет сеть приютов. И они забирают бездомных с улицы, дают им, помимо проживания и крышей над головой, еще и, возможно, трудиться и социализироваться. В НОИ бездомным оказывают посильную помощь. Каждый месяц инвалиды и малоимущие обращаются сюда с просьбой приютить их. Родилась вот эта идея запустить свой собственный социальный патруль, подобно как есть в Москве. В Москве это государственная служба, там 18 машин у них, патрулей. Они выезжают на такие случаи, когда обращаются либо люди сами, либо кто увидел бездомного. Сегодня у НОИ налажено тесное взаимодействие с другими общественными организациями Подмосковья. В плане сбора вещей мы, может быть, не так много помогаем. Меня в НОИ пригласили где-то приблизительно год назад, потому что они очень заинтересованы в том, чтобы какая-то велась социально-педагогическая работа с детьми и с матерями, которые там находятся. Инна Сеуткина не понаслышке знает о проблемах в неблагополучных семьях. А в НОИ воспитываются дети, разные по возрасту и уровню развития. Каждая из них требует индивидуальной коррекционной работы. В этом году мы подали на Добровольца России этот проект, он вышел в финал. То есть наш проект в числе десяти, которые со всей России проекты. Надеемся на призовое место. Все финалисты конкурса «Доброволец России» получат до двух миллионов рублей на развитие своей волонтерской деятельности в этом году. Итоги конкурса объявят 5 декабря. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич, Валерий Абсалямов и Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ. Потрогать руками торнадо, запустить цунами и выстрелить из воздушной пушки. Это и многое другое смогли сделать посетители выставки. Новая экспозиция собрала в Люберецкой картинной галерее научные достижения современности, при виде которых может возникнуть только одна мысль. Просто гениально. Здесь давление низкое, а вокруг высокое. И высокое давление заталкивает шарик внутрь этой воздушной струи. И поэтому шарик никуда не улетает. Как удается летать самолетом? Что такое принцип рычага? И как образуются природные явления? Просто гениально. Выставка, где экспонаты показывают, как применяются законы физики. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Но что может быть прекрасней, чем осенним днем? Увидеть море и узнать, как образуются волны. На самом деле это прототип цунами. Дело в том, что самые большие волны, которые возникают в мире, они чаще всего образуются именно землетрясениями. То есть подземные землетрясения сдвигают участки земной поверхности. Соответственно, приводят в движение огромные водяные массы. И таких гениально простых экспонатов в картиной галереи целый зал. В дополнение к ним – портреты с легендарными учеными от да Винчи до Эйнштейна, основоположниками законов. А первопроходцами выставки стали будущие ученые и изобретатели Диана Черкесова. С точными науками на «ты» осталась в восторге от увиденного. Физика, как я думаю, это законы всего, что вокруг нас. Тут очень интересно. Можно все потрогать и все покрутить. Фестиваль научных изобретений – это еще и интерактивная выставка. Здесь можно запустить цунами, оценить возможность изобретения машины времени и даже потрогать своими руками торнадо. Здесь мы видим модель, демонстрирующая нам принцип работы торнадо. То есть такая установка, позволяющая создать мини-торнадо, можно сказать, в помещении. Формируется оно, когда воздушные массы разной температуры сталкиваются в одном месте. Здесь мы видим установку, которая генерирует там, соответственно, водяной пар. Наверху находится вентилятор, который, соответственно, этот пар засасывает наверх. И мы видим это формирование воронки. Куратор выставки Дмитрий Сухаренок уверен, чтобы хорошо усвоить информацию, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. Под захватывающие рассказы экскурсовода от научных экспериментов интерес к изучению точных наук начинает зашкаливать не только у детей, но и у взрослых. Мы здесь не показываем очень сложные вещи, а показываем вещи, которые можно объяснить любому посетителю, не обладающему какими-то сверхглубокими знаниями. Но при этом все экспонаты у нас являются гениальными. То есть, закажившись своей простотой, они показывают, объясняют гениальные вещи, на которых построено большинство научных изобретений. Просто гениальная выставка пробудет в Люберецкой картиной галереи до конца января. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Мода на виртуальную реальность с каждым годом набирает обороты. В Люберцах состоялся второй открытый фестиваль киберспорта Подмосковья «Дота-2» и «Контер-страйк». В этих играх потягались мастерством участники турнира. Какие навыки помогает развивать данная спортивная дисциплина и что ожидает киберспорт в Люберецком городском округе, выясняла наша съемочная группа. Киберспорт пришел в жизнь люберчанина Владлена Гребенькова около пяти лет назад. Началось все с простого интереса, но вскоре осознал, на этом хобби можно заработать. Сегодня тренируется в онлайн-режиме, соревнуясь с игроками из разных городов. Мечтает создать крепкую интернациональную команду и участвовать в международных турнирах. Это возможность зарабатывать много денег, первостепенно. Второе – это путешествие по миру, если ты отбираешься на какие-то интернациональные турниры. Плюс просто взаимодействие, коммуникация, командный спорт. Быстроту реакции и навыки социализации развивают в игроках занятия киберспортом. Профессиональную подготовку к соревнованиям хочет обеспечить воспитанникам Петр Суходимцев. Для этого получает третье образование. Новое направление для детей. На самом деле некоторые родители не совсем понимают, как это работает. И из-за этого получается, что талант, который мог бы раскрыться, к сожалению, не проявляет себя. Для участия в областном фестивале со всего Подмосковья отобрали лучших киберспортсменов. В Люберцах ребята, как правило, тренируются на базе школы номер 27. Но грядут перемены. В следующем году намечается открытие большого киберспортивного центра, который будет находиться на территории данного комплекса спортивного трюка. К осознанности призывают начинающих игроков опытные киберспортсмены. И напоминают, в каждом увлечении компьютеры не исключение, нужно знать меру. Анна Трояна, Анастасия Юшкевич и Валерия Псалямов. Телеканал ЛРТ. Более 300 спортсменов встретились на татаме Люберецкого фока. Округ принял открытое первенство по тэквондо «Золотая осень». Для воспитанников спортшколы Подмосковья соревнования стали первым экзаменом в новой спортивной четверти. На одну золотую медаль тяжелее стала копилка достижений Александры Журовой. Прием от хэквондо 11-летняя спортсменка осваивает почти половину своей жизни. Пять лет тренировок привели к уверенным победам на татаме. В тэквондо много друзей. В тэквондо учат дисциплине. И, в принципе, мне нравится тэквондо, можно защищаться. Турнир «Золотая осень» в третий раз приглашает на татаме представителей Подмосковья и соседних областей. Дорога сюда открыта как для опытных тхэквондистов, так и для тех, кто только начинает свой бойцовский путь. Главное предназначение турнира – вывести юных спортсменов из учебных залов на соревновательные площадки. Турнир в первую очередь рассчитан на начало учебного года, чтобы детки на первом турнире уже попробовали свои силы после первых двух тренировочных месяцов работы в зале. Участникам турнира предложили показать свое мастерство в двух дисциплинах – тули, спарринг. Призерам соревнования вручили дипломы и медали. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Соревнования по боксу «Люберецкая перчатка» объявлены открытыми. Количество участников растет с каждым годом. В этом году почти 200 спортсменов из Москвы и 17 городов Подмосковья встретятся на ринге. Кто представляет на турнире «Честь люберец» – расскажем в нашем сюжете. Тренеры болеют за своих. Перед боем прокачивают спортсменов. Секретом чемпионства поделился знаменитый боксер и кикбоксер Алексей Панин. Нельзя все время выходить победителем из любой ситуации. Где-то что-то не получилось, значит, это ступень, которая даст тебе силы для преодоления другого соревнования. В боксе Сергей Борисов 4 года. Своё мастерство оттачивает на тренировках у Евгения Кацнельсона. Он очень хорошо нам помогает развивать свою технику. На отработке очень часто развиваем некоторые приемы, которые нам помогают в бою. Главным судьей турнира «Люберецкая перчатка» стал в седьмой раз Евгений Кацнельсон. Не первый год этот опытный боксер решает судьбу начинающих спортсменов. Я как старший тренер Центральной Федерации, я отсматриваю будущих представителей, которые будут на первенстве России по этим двум возрастным группам. Я просматриваю как раз кандидатов в члены сборной Центрального Федерального округа. Юноши двух возрастных категорий демонстрируют свои силы на соревнованиях «Люберецкая перчатка» участникам турнира от 13 до 16 лет. Я думаю, что «Люберецкая перчатка» и в этом году мы постоянно занимаем первое место не потому, что мы на нашей земле, а потому, что именно мы этим возрастом здесь сильны. Награды и ценные призы достанутся победителям соревнований. Но главное – участие. Тысячи фотографий и гигабайты видео. С таким багажом из велопохода вернулся «Люберчанин» Алексей Курлуков. На своем велосипеде он в одиночку добрался до далекого Владивостока. О путешествии со скоростью 60 впечатлений в час Алексей рассказал нашей съемочной группе. Очень много всяких красивых мест, конечно. А вот. Это горные козлы. В виртуальном альбоме Алексея Курлукова 7 тысяч фотографий. Он не выпускал из рук камеру 5 месяцев. Столько у велосипедиста заняла дорога от «Люберец» до Дальнего Востока. Идею грандиозного велопутешествия он вынашивал полгода. Столько же мучился бессонницей от предвкушения поездки. Мы сидели вот на этом диване. И он говорит, мам, если я доеду до Владивостока, я буду самый счастливый человек на свете. Ну, я посмотрела, подумала, думаю, ну, пусть будет ребенок самый счастливый человек на свете. Поэтому он и поехал. От дивана в своей квартире Алексей уехал на 13 тысяч километров. К Тихоокеанским воротам России он мчал через Рязань, Волгоград, Барнаул и Хабаровск. По пути успел погостить в Монголии и Казахстане. Поедешь со мной? Не? Я понял. Ладно-то, давай. Компании для велопутешествия у Алексея не нашлось. Трассы и грунтовые дороги страны он штурмовал в одиночку. Его домом стала палатка, кроватью, спальный мешок, кухня и туристическая газовая горелка. Погасло ветер. Такое тоже бывало. Походный чай Алексей Курлуков теперь готовит на аллеях Центрального парка, угощает велосипедистов-единомышленников. О своем путешествии он рассказывал им онлайн, на страницах в социальных сетях. Друзья ставили лайки и оставляли комментарии. Теперь каждый километр пути обсуждают на велопрогулках. Я считаю, что Леша просто этим показал, что он свободен. Вот и все. Я вот некоторым людям говорю, Леха красавчик, он проехал до Владивостока. Они говорят, и чего это ему дало? Много чего ему это дало. Из Владивостока велосипедист привез как минимум 13 тысяч впечатлений. По одному на каждый километр пути. Алексей не гнался за рекордами скорости. Гораздо больше цифр на спидометре его интересовали пейзажи по обе стороны от руля. Крутить педали особенно мешали красоты Алтая. Невероятно красивая природа. Рельеф, вообще нереальная локация. Я старался 100 километров в день проезжать. И доходил до того, что проезжал в день иногда 40-20 километров. То есть минимальное расстояние, хотя в день пытался 100 проезжать. То есть из-за природы куча много фоток, видео. То есть меня Алтай очень сильно тормозил. Надолго ограничиваться путешествиями по центральному парку Алексей Курлаков не намерен. Приумножить пробег своего велосипеда планируют еще одной грандиозной велопрогулкой. На двух колесах Люберчанин мечтает добраться до Таиланда. На этом выпуск завершен. Больше подробностей на нашем сайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok